И еще раз всем привет, возвращаемся мы с вами в прямой эфир и продолжаем наблюдать за первыми матчами этого интернешнала. Два матча, два полуфинала, wildcard раунда идут и оба эпичны. Напоминаем, что на параллельном канале dota2.ti slash.ru slash2, либо на ютубе, либо на dota2.com, на dota2.com, кстати, лучше всего, я бы рекомендовал. Там удобней. Там реально круто, там жутко круто. Идут у нас первые два матча, там играют Архон и против МП Феникс, а мы продолжаем наблюдать за матчем. Дэк Гейминг против Бегас Квадрон, 1-1, Винтер Виверна, первый пикпапа, второй. Да, почему Винтер Виверна хороша здесь? Здесь она хороша в десятерне. Почему? Все очень и очень просто, потому что Тускар обычно хватает с собой тиммейтов и вваливается на кого-то. Сразу после этого любой из игроков просто ловит на голову ульт Виверны. И, соответственно, умирает. Это достаточно жесткая контра, как по мне, поэтому CDC сейчас себя немного вогнали в тупик, вот этим первым пиком Тускара. Что им делать теперь? Не знаю. Какой будет у них конкретный набор героев под этого персонажа? Тяжело представить. Ну, вот появляется Лина. Лина у нас, скорее всего, будет стоять в миде против, хотел сказать, Queen of Pain, но судьба прошлой игре у нас Квапа может совершенно спокойно отправиться ее на сложную. Что куда может быть? Кстати, вот я в паузе смотрел, сидел наших ребят со студии, и там показывали камеры. Вега сидела, общалась, довольно веселые ребята, то есть поднялось у них настроение. И что интересно, вокруг CDX собрался там целый чуть ли не консилиум. Я думал, что нельзя будет никому там заходить и так далее, но мы увидели конкретно Maybe, это бывший игрок CDX, ныне игрок LGD, который заходил, там что-то рассказывал, еще кого-то, еще кого-то. То есть у CDX начались, я не хочу сказать, что это начались проблемы, просто все пошло не по плану. Не по плану, да, то есть мы это говорили еще на стадии предыдущей игры, когда ребята, ну было видно, что их вега немного из колеи выбили. Как только начали вега делать что-то необычное, CDX просто не поняли, что с этим вытворять, как вообще с этим бороться. Честно, это небольшое отличие между игроками восточного региона и западного. Почему? Вспомните, пожалуйста, первый International. У игроков было очень мало времени для того, чтобы подготовиться. И ребята, которые там из СНГ, из Америки, Европы, они немного быстрее адаптировались. Когда азиатские команды хорошо отрепетируют свой стиль, они очень мощно катают, они нереально крутые, их очень тяжело побороть. Можно ли сказать, что три месяца нынешнего патча это мало? Я бы не сказал, что это мало, но я бы сказал иначе, не все еще увидено в этой игре. Там течиса забанили. Течиса забанили. Течиса забанили. Я очень надеюсь, что я его не увижу на этом интернешне, но я его увижу, я даже знаю две команды, которые его будут брать. Ну ладно, в профессиональных играх это не то же самое, что в пабе, так что... Так, и смотри, что у нас получается. У нас получается Phantom Lancer. Когда берет враг Phantom Lancer, какие у вас есть опции? У вас есть опция взять гирокоптера, взять... Для того, чтобы убить Phantom Lancer в лейте. Это может быть гирокоптер, это может быть Свен, еще какой-нибудь мощный милишник там со сплэшом, ну в смысле с баттлфурой, но когда-то придется продавать. Ну в принципе, судя по всему, вариантов-то хватает. Я бы не сказал, что все они удобные. Самый удобный вариант это гирокоптер, его всегда банят. Соответственно, вы можете взять неудобного милишного Свена против Виверны. Это просто аз-аза, лалка, все, багет. Ну в общем, это реально неудобно. Неудобно играть конкретно этим героям против конкретно Виверны. А вы вроде бы вынуждаете брать этого персонажа, потому что другими взять Phantom Lancer будет достаточно тяжеловато. Пока что у CDC есть просто набор врываторов-убийц. И всего два, но это уже потенциальные врываторы-убийцы. Возможно, они будут как-то играть в своем предыдущем стиле. С вот этими вот выпадками по пять человек. Там одного убили, два убили. Собрались на восьмой минуте втроем, пошли с моб в чужой лес, собрались на четырнадцатой и на двадцать первой. Да, возможно, они как раз пытаются именно так делать, то есть точечными какими-то фрагами выигрывать эту каточку. Но вполне вероятно, что случится такой эпизод, когда Phantom Lancer, если они вдруг не доберут героев, которые его убивают. Вот, Эмбер, кстати, хороший вариант. И выбор хороший. В прошлой игре был в бане. Да, да, да. Так вот, и если у них не будет такого героя, который убивает ПЛ, рано или поздно наступит момент, когда ПЛ будет просто в соло убивать всех. То есть он будет гоняться за одним, гоняться за другим. Будет казаться, что бой более-менее равный, что кто-то где-то умирает. А в конце драки останется один Phantom Lancer и пять мертвых вражеских героев. Так что тут... Ну, Эмбер Спирит немного стабилизировал ситуацию. Если у него будет хорошо идти фарм, я думаю, ПЛ не станет для него серьезной. Проблема, да, Earthshaker, который бы также был в бане в прошлой игре. Сейчас он появляется у Веги. Но появляется у Веги, а не у Цдека. Но герой очень хороший во всех возможных планах. То есть это хороший герой на подсейв, хороший герой, если пороумить, кого-то принять там на линии. Это хороший герой, да, действительно, и как саппорт, и в сложную, и на сейв, и куда угодно. Да, да. Просто хороший герой в Dota 2. Вот, вот. Оффлейн, да, из него тоже может получиться неплохой, если вдруг появится желание у Веги сделать именно так. И вот сейчас мы посмотрим, во что больше верят CD&C. По их последнему бану будет видно, во что они верят в оффлейн-шейкера или в суппорт-шейкера. Пока есть поводы сомневаться, кто это может быть. Сейчас должны они добрать... А кого они должны добрать? Я даже, честно, не сказал конкретного, очевидного героя. Если Лина лидер или Лина саппорт, то есть тут не поймешь. Нет, допустим, Лина в миде, допустим, Эмбер на легкой фармит. Тускар у нас, ну, допустим, суппорт, хотя он может и в оффлейне постоять. Какая-то доблана, но это суппорт Рубик. То есть пока ничего суперособенного они не показывают, не палят. То есть непонятно, до сих пор будет ли это Лина саппортом, или это будет трипла Рубик Лина, Тускар, что, в принципе, почему бы и нет. Ну, знаешь, Рубик мне на самом деле нравится, потому что ульт Виверона работает в две стороны, если его украсть. И для Веги это тоже может быть весьма плачевный результат. Если получится какую-нибудь квапу, то она очень быстро скуклится. Пятый Банвеги. И потом два последних пика в этой серии. Да, у нас, кстати, объяснили, почему не работает вот эта вот штучка сверху. Она просто не сработала, потому что это Local Lobby, и там какой-то маленький бах. Но его быстренько пофиксил, так что. Такое дело. О, смотри, у нас-то заванили СФ, а все-таки не верят Вега в то, что это будет Саламит Лина. Они считают, что это будет саппорт. Ну, кстати, в комплекте с Рубиком это не такой уж и плохой вариант. То есть ты садишь на телекинез, бросаешь на землю, на место, где будет стан. Хороший более-менее прокаст. Ember's Sealing Chains успеет, допустим, подойти, если на него покидать. То есть оффлейнеру будет тяжело. Оффлейнеру реально будет тяжело. А CDC считает, что это будет все-таки оффлейновый шейкер, поэтому заванили суппорта. Были ли они правы? Я думаю, да. Я думаю, да, были они правы. Я думаю, сейчас. Хотя мы уже увидели, что маг может играть вообще, по-моему, на всех героях. Соло может на всех героях, это мы знаем. Фильм даже есть про это. Ну и осталось полторы минуты у Семы для того, чтобы выбрать пятого героя. Для своей команды. Да, времени пока еще достаточно. Нужно обдумать все за и против. В плане суппорта, кого тут можно взять? То есть если шейкер имеешь в виду оффлейнер? Да, если шейкер оффлейнер. Кристалл Мейден. Не, Леон. Очень классный выбор. Я просто супер доволен. Понимаешь, тут набор, тут три героя из пяти, которых я просто обожаю, потому что они нереально эффективны в хорошем исполнении. И шейкер. Это три героя, которые способны переворачивать драку просто за счет своих обилок. Им не нужны артефакты. Ну, шейкеру там даггер разве что какой-то необходим. Все остальное они делают своими руками, вне зависимости от того, какой у них там айтем билд практически. Оптимальный вариант это даггера. На Леоне, на шейкере это было бы супер шикарно. Ну вот, сейчас поглядим, что же доберут CDC. Будет ли это действительно суппорт Лина, или это все-таки будет Лина, которая пойдет в мид. Ну что, пятый пик. Это визаж. Очень. Что это такое? Очень. Не, в этом есть явно какая-то идея. Это не просто визаж. То есть не может же быть это просто визаж. Это просто визаж. Ну окей, то есть это три платы Ускар Рубик визаж сложную, или это просто Рубик с визажом, который будет стоять, помогать Эмберу, а то Ускар будет стоять соло сложную Лина в миде. Но Лина в миде это факт. Но Уан против шики, очередное противостояние. У Веги все ясно. У Веги все ясно понятно. У Веги по героям все ясно, по линиям все ясно. Выдумывать велосипед с фантом-лайнсером сложно, я думаю, не стоит. Нет, конечно, не стоит. Честно говоря, драфт меня очень сильно смущает. Вот у CDC мне совсем не понятен драфт. Совсем не понятно, как это должно работать. Ну кроме того, что я сказал вот про Лину, Рубика и Эмбера. То есть Рубик поднимает, что Лина дает прокаст, Эмбер подключается, они там что-то кого-то убивают. Это в теории должно работать. Но как будет работать все остальное и как они будут проводить замес, это вопрос, который интересует меня в первую очередь. Ну что же, начинаем смотреть третью решающую карту. Матч с Дэк против Вега. Паша на фантом-лайнсере. Сема на Винтер-Виверне. Ноуан играет на Квапе. Соло сыграет на Лионе. И Маг на Шейкере. Сложная. Да, и у команды CDC. Хз убежал на тусики уже в свой любимый оффлейн. Дальше у нас есть Кью на Визджа, Шики, Лина, Агрессив на Эмбер Спирити, ну и Гардер на Рубике. И вот она уже первая встреча. Первый визуальный контакт. Что это за рейдж вообще? Это нормально. Из леса километрового и так далее. Да, действительно, вспоминаем прошлый год. Мы помним ВП против МВП Феникс. Не очень весело было. А потом МВП Феникс было очень не весело против Ликвид. В этом году получишь. Так, Хз, Сема напрягает. Хз, но был бы первый Леон, может быть что-то получилось. Но так, поплевать, поплевать, да и все. Два пацана просто за плечами, поэтому он себя очень уверенно чувствует. Плюс у него тапок есть. А, ну да, можно, в принципе, Хз гонять. Там Хз тоже имеет стапок, так что... Побегали, побегали, да и хватит. Выходит также Шики сюда поближе. Рядом и Кью, рядом и Гардер. И, кстати, надо быть осторожным. Сема, Сема, может быть сейчас отрезан. Сема. И 4 в 4 будет драка. Стан по двоим хорошо подняли. Соло, Соло успеет копнуть Лину. Да, успел копнуть Лину. Соло погибает, отдает ФБ. Но проблема огромная у Шики. Шики тоже погибает. Будут ли еще какие-то размены? Сема, проблема у Семы. Да, Виверна пытается улетать. У Рубика тоже есть тапок. Они все с тапками. Что за фигня? У каждого суппорта есть тапок. Это Дота 2. Это International Tournament 18. Боже, что творит Сема. Боже, что творит Сема. Просто, просто браво. Отлично разыграл этот момент. Так бы он, скорее всего, погиб. Классно, классно все сделал. Это было действительно красиво. Отличное начало. Шики умер. На ФБ отдали. Ой, тут NoOne проседает очень сильно. Причем Шики мог еще лишнюю тычку отвесить. Это было порядочно по демеджу. Ну, вроде бы все успокоилось. Вроде бы счет теперь 1-1. И можно посмотреть, что вообще происходит у нас на линиях. На линиях у нас на верхней, например, стоит себе совершенно спокойно Phantom Lancer. Тусик ему ничего не сделает. Соло тут на подстраховке. Сема тоже может подтянуться в любой момент. То есть Тускар не является здесь угрозой. Можно еще было, конечно, в идеале его погонять. Малость. В миде мы видим уже Рубик. Очень агрессивно действует. Он просто маячит на линии. Квапа понимает, что он тут есть. И как ни крути, ты все равно можешь встрять и погибнуть в один прекрасный момент. Конечно, то, что день на дворе немного в плюс идет в опе. Потому что слишком хорошо видно. И вот тут промахивается Шики. Вернее, тайминги были слишком неудачные. Потому что далеко находилась Лина. Поэтому слишком поздно Даластан. И Нуан успел улететь с блинка. Комбинушка не проканала. Служный. Маг настолько наглеет. Я уже наблюдал. Он просто подходит вот сюда. Он бьет просто с руки агрессиво. То есть очень-очень нагло пока играет маг. Он понимает, что его вряд ли смогут пока убить. Пока ловел, смотри, выходит еще и на кью. Начинает его бить. Вот сейчас, кстати, это что это было. Да, да. Это минус. Это жесточайшая какая-то наглость и ошибка мага. Видимо, из прошлой игры уверенность ему передалась в эту. Это, конечно, неудивительно. Но так не нужно делать. Я думаю, вот такая пощечина сейчас ему залетела. Он должен понять, что все, соберись, тряпка. И не подставляйся так больше. Шики гоняет по-прежнему на Нуана. Так наглеет на Нуана. Постоянно вылазит. Постоянно пытается как-то там размениваться по хп с ним. Показывает, что у меня сейчас будет рядом два саппорта. У тебя их все равно не будет. Ну и Нуан пока мы видим 7-2. Имеет 7-1 имеет Шики. То есть ровненько, ровненько в этом плане. И опять идет Рубен Валерьевич. Рубик на этот раз с ДД и Смоки. И если подставиться, Нуан будет очень-очень неприятно. А он, кстати, может подставиться. Потому что лордов там никаких не было на вражеской территории. Соответственно, есть вероятность того, что просто немного расслабится. И Рубик успеет выйти. Рубик на ДД уже заканчивается. Смок все еще работает. Не знает, не знает, с какой стороны Гардер искать своего соперника. И сам идет Нуан в гости. Просто Гардер прыгает, видит Гардера и уходит ближе в лес. Кстати, возвращаясь к той статистике, которую не так давно выложили во всеобщий доступ. Я хочу сказать, что у Си Ди Си статистика по дабл-лейну в миде 100%. На 7 или 9 матчей. Я не помню, какая там была дистанция. Но такая цифра есть. И поэтому Вега в курсе подобных вещей. Когда у них постоянно стоит дабла на линии. Тут, правда, поймали сейчас Солыча. У Солыча не самые лучшие дни. Шансы есть, конечно. Далековато Шики. Пропадает очень вовремя. Шарды. Тут мы видим Иверна еще немножко включает свой полет. Но отгоняет людей. В итоге, да. В итоге обделались легким испугом. Опасный был момент. Это однозначно. Конечно. Но у Уан по-прежнему есть 1-0. У Шики по-прежнему есть 0-1. И Криптаты по-прежнему у них ровненькие. Но с 6 левела Лина вы понимаете, что это действительно проблема. И она может творить неприятные вещи. Особенно против Куапы. Какой-то тонкой. Может неплохо залетать. Если все тот же Рубик выйдет. И вот. Вега были опять же готовы. То есть смотри. В чем суть. CDC пытаются исполнять свои вот эти стандартные наработки. Дефолты. Так называемые. И их проблема в том, что все знают их дефолты. То, что получается очень быстро адаптироваться под подобные вещи. Смотри. Ну, Уан на хосте. На хосте хорошо. Блин, ну, Закайран. Тут его ждут много-много-много-много людей. Видит он гардера. Видит он Кью. Поорал на гардера. Засловили. Ну, он на хосте. Что дальше? Отрезал Шекер. Хорошо играет Шекер. Должен быть в таверне. Да. А вот теперь проблемы у Кью могут быть. Но Уан не рискует. И правильно делает. Отпивается батлом. Хоста в этот момент как раз заканчивается. Но решили играть нежадно. Решили не добирать визаджер. Хотя они могли, по идее, с ним пободаться. Покайтить там как. Ну, да. Но это лишний геморрой. Зачем? Зачем? Все абсолютно верно. Что самое главное. Как только Уан пропадает с миды. Как только он выходит на охоту. Сразу же его место в миде занимает Соло. Получает немножечко экспы. Получает немножко денег. Только возвращается на Уан. Соло тут же уходит. Очень четко исполняет Вега. Все правильно. Ну и Паша. Паша свою работу делает. Паша играет на Фантом Лайнстере. У него есть Манга. И он начинает бить Тускарой. Кстати, очень серьезно. Его бьет он до конца. Пойдет дупельгангером за ним. Проблема огромная у Тускара. Два удара. Паша в Соло делает фраг. Ошибка. А в это время в миде делает также минус. Но Уан пытается уйти. И уходит с блинка. Отличные действия от команды Вега. И 2-5 они выходят вперед. Ситуация один в один, как на прошлой карте. Они в начале так же вели со счетом 2-5. Если мне память не изменяет. Да, да, да. Что самое главное. Фраг, фраг, фраг. Фраг, фраг, фраг. То есть не просто где-то там подрались один раз. Два в пять и все. Здесь вот в миде убивает второй раз уже Лину. Причем Соло зарабатывает фраг в Соло. Соло в Соло убивает саппорта в ПВП. И зарабатывает левел. Потому что не было уже Нуана даже близкого. Он уходил. В итоге у Соло почти пятый левел. У Нуана все хорошо. И Паша делает Соло фраг. У Веги начало лучше не придумать. Нет, лучше конечно можно придумать. Лучше можно было придумать, если бы так хорошо не фармил вражеский Эмбер. Потому что он пока что фармит очень круто. Не так мощно, как тот же Фантом Лансер. Но у Фантом Лансера еще все фраг есть. Там ассист какой-то. Лишние бабулесы. Эмбер Спирит. Ну у него тоже, кстати, минусы имеются в наличии. Тем не менее. Тем не менее, пока все более-менее окайно у Сидиси. Еще нельзя их хоронить. 16, то есть более, да, согласен, согласен. Лина выигрывает по крепостатку. Лина может просто выйти в один момент, стрельнуть в какую-то там квапу, убить ее. Заработать кучу бабла и все вдруг станет очень хорошо. Смотри, проблемы здесь огромные сейчас могут быть опять-таки у Тусика, если на него набросятся. Но Тусик осторожен, он уходит. И правильно делает Паша. Там есть аквила, есть тапок, есть брасер. Ну и манго. Манго! А, вот он аквапа опять же. Лина продолжает просто харасить по кулдауну практически своих способностей. Виверна. Виверна, он занимает опять позицию на топе. Ну пока главное, там Паша продолжает напрягать Тусика, просто-напросто отгоняет его, заставляет его шардами отбрасываться, заставляет его постоянно нервничать и переживать насчет того, что, блин, сейчас, наверное, из леса кто-то выскочит. И это, конечно, плохо для Тусика. А с другой стороны, мы видим, что Андрей Макчипенко-то уже почти шестой левел на шейкере, 830 голды. Между прочим, 830 голды, это весьма неплохая заявка. Это может быть даже не Сулринг, это может быть просто попытка выхода в какой-то ультра-быстрый блин. Даггер. С сложной, но это, кстати, будет очень хорошо, что Тускар кого-то там собирает и катится, а тут привет-привет. Вот нам подсказывают то, что Лина не самый сильный герой CDC, согласно статье. Ну, вообще, пик, который брали ZDEC в этом матче, ну, действительно, под конец вообще странным стал. То есть этот визаж, да и Лина в первой стадии. То есть, тем более, если это не ваш лучший герой, кто его знает. Может быть, здесь они не тренировали. Мы прекрасно знаем, что ZDEC играли со многими командами здесь. Здесь пять дней фактически тренировочных было у каждого корректива. Все наигрались очень-очень-очень-очень там. Много матчей сыграли. И друг с другом. Ну, понятное дело, что ZDEC с теми же VEGA не играли, но VEGA играла много с YeHom'ами. VEGA много играла с LGD. ZDEC много играли с Empire. ZDEC много играли с Na'Vi. То есть, и те, и те имели информацию о своих соперниках. Потому что, ну, понятное дело, что на ужине Dendy от Maga не скрывает, чем играл ZDEC против них. Точно так же, как и YeHom'ы не скрывает это от ZDEC. Ну, да, понятно, понятно. Это такая дружеская конкуренция, что ли. Ну, понятно. Вроде все и конкуренты, но никто особо вроде не шифруется. Хотя, бывает и наоборот прецеденты, если что. Ну, да, да. Аркантапки, кстати, приобретает Maga. Слушай, редко я вижу это в последнее время. То есть, это если играть Йоку, это обычный Soul Ring, там, Транквилы. Некоторые играют Даггер первым артефактом, потеем очень долго на него. Но вот Аркантапки, это все реже-реже мы видим. Но штука-то хорошая. Вообще, она тут хорошая по нескольким, опять же, причинам. Потому что Виверна очень сильно нуждается в мане. К вапе бы там мана лишняя не помешала, потому что она реген зачастую собирает только по поте. Какие-то Яулы, например, регенерируют. А таким образом Шейкер может неплохо подтягивать своих тиммейтов в трудной ситуации. Ну, и самому ему Арканы нифига не вредные. То есть, хорошие этапки для него. Ну, вот восьмая минута, опять-таки, в Смоуке, как это мы видели на двух предыдущих картах. Восьмая минута входит в Смоук с деки. Просто почему-то этот Смоук закончился ничем. В миде просто развал. Ноуан прыгнул, крик-крик и ульт от Леона. Лина даже бедняга скооперироваться не успела. Она вообще не поняла, что с ней произошло. У нее была и хоста в бутылке, и все ее скиллы, фейзит. Она вообще ничего не нажала, она не успела. Да, и в итоге шестой левел внезапным стал, наверное. Шестой левел Леона, что ли, стал внезапным. И у Леона, кстати, отмечаем, у Солыча 870 голды. И он будет готовить себе быстрый даггер. А Леону ничего не надо. Вот смотри, у Леона, я как человек, который достаточно много играет на этом персонаже. Я уже говорил, что это один из моих любимых. Ты им что? Ты ему вкачал монодрейн на 2 хотя бы. Все. И купил транквилы. Все, ты бесконечно. Ты не ходишь на базу никогда, кроме тех случаев, когда тебя убивают. Хейз, фейзи. Не пошло, не пошло на этот раз. 6-2, 10 минуты игры за нами. 2800 нетворса. Смотри, там убивают у нас, кстати, ПЛа на топе. И там вот такая трасса просто в воздухе была, да, это от горящего ПЛа осталось. Ну, Тускар вместе с Линой въехали. Понятно, что уйти от них довольно тяжеловато. Так вот Шики видит и верно. Понимает, что она где-то там рядом стоит. Понимает, что четвертого левела, третьего левела, то есть глаз. Кстати, штука очень-очень крутая. Она очень опасная. Очень маленький кулдаун у нее. Очень много урона. 340 АОЕ демеджа. То есть посмотреть на ту же Квапу, которая выдает 300 с более маленького рейнджа. То есть вообще нет никакого смысла сравнивать. Хотя кулдаун одинаковый у этих способностей. Да, ну что же, Мак, шестой левел. На Шекере 540 голды имеет. И по-прежнему стоит здесь на линии против Визажа. Визаж шестой. Уровень Визажа, кстати, тоже Аркан Бутс. Интересный такой визаж. Ну и Шекер просто станами отбрасывается. Не дает линии пушиться, скажем так, с фамильярами. Понятное дело, с визажом сделать он ничего не может. Паша тем временем имеет барабан. Имеет барабан этапа, как Лила. То есть более-менее статовый. По крайней мере, уже больше имеет Паша, чем имел Фантом Лайнсер Агрессива, например, на прошлой карте. Да, и Эмбер Спирит тут тоже себя вроде бы неплохо чувствует. 4300 у Нью Нетворс, 4700 у Фантом Лайнсера вражеского. Разница совсем небольшая. Вот Лина. Лина немного ее попустили со старта игры. Опять же, Эд пока еще ничем не говорит. Герой очень халявный, если грамотно выловить момент. И вот сейчас они будут пытаться это делать. Сейчас был телепорт в мид. А там Смоук. Был Смоук. И да, этот Смоук, скорее всего, не заметили. Я не знаю, вот этот Вард вот стоит. Был день. Ну, то есть он зацепил до дерева, но вроде бы в кустах нажали этот Смоук. То есть я вот тоже старался выглядеть. Но точно сказать тяжело. Опять-таки, поймать здесь Пашу смогут. Если поймают Паша. Пашу видят. У Паши Доппельгангера есть. Паша уходит Доппельгангера, но уходит близко и поднимут его. Да-да-да-да. Минус Паша. Но будут ловить. Будут ловить Хвапа, ультуют. Слишком издалека Нуан ультует, но поорал также на Гардера. Поймали агрессиво. Гарда пытается сделать тэп-аут. Ринти решили все-таки агрессиво убить. Шики тоже подставляется. Гардер улетел, но Шики должны догонять. Вот он Блинг. Ноуан. И да ладно. Кстати, смотри, там будет руна, еще наполненная бутылка и еще заряды в ботле. В итоге Хвапа немного не успевает. Или все-таки успевает. Отличная игра от Нуана. Настойчивая, настойчивая Хвапа попалась. Очень качественная фиссура от Мага в итоге вышла. Очень хороший тайминг, потому что Эмбер мог попытаться уйти в Ремнант. Но ровно в этот момент, как он там только расчехлился из-под Хикса, и его сразу же приглушило этим бревном. Но ты знаешь, опять-таки, не хочу сглазить, но Маг отыгрывает очень хорошую игру. Пока у Мага 3 было хорошую игру. Ой-ой-ой, проблемы у Соло. Пытается просто сбрить Маг. Опять-таки, фиссурино Соло копает. Но заплюгли его. Гардер, ответочка от Нуана. ТП-аут не успевает. Не совсем выгодный размен. Хотя, в плане героев, он равноценный. То есть, суппорт-мидер, суппорт-мидер. Ну, Лина умерла до этого. То есть, фактически, только что был размен-то 2 в 1. Да, именно. Сейчас чуть-чуть получили конкретно вот эти неприятные персонажи, типа Эмбер Спирита. Которого уже фейзы барабаны и почти штукарь голды. Ну, и мы первый раз в игре увидели по-серьезному сейчас визажа, который прилетел птицами, который помогает, который заплевывает. И мы понимаем, что этот визаж будет иметь довольно ранний, я так понимаю, аганим. Потому что 1400 голды и дают возможность Q-фармить. Так что, я думаю, он будет получать свои деньги и постоянно-постоянно прессовать. Ну и вот он, Туск. Вот он, Тусик. Как же заплевывает-то эта Вивера на вас. Да, Вивера сильно поливает. И появляется Юлу Квапы первым артефактом. После Пуэр Трэдс. Одиннадцатый уровень, кстати, очень неплохо. Что у Лины? У Лины пока нету ничего. У Лины пока фейзы. У Лины пока фейзы, нуль талисман, банк и мэджик вонт. И этого явно мало. Ну, с фейзами она, конечно, еще может как-то пытаться за счет пассивки и хороших прокастов устраивать приемы противнику, зафиксированному предварительно. Но пока еще, да, пока еще действительно мало у нее на руках шмоточек. Да, там тем временем пытается Паша прессовать. Там Мага сейчас внизу убивают. У него напали всей толпой. Вот как раз предварительно зафиксированный Маг. Очень хороший фраг. 1700 голды было у Мага, близок был к Даггеру. И опять-таки Тавр забирает. И вот начинают цдеки действовать. Действовать и хорошо у них получается. 15-ая минута. Они сделали несколько таких одиночных фрагов. Ответочков там тогда в миде сделали. По деньгам цдек выходит вперед. Эмбер на первом месте по фарму. Он буквально 3 минуты назад отставал на 400 голды от ПЛа. Уже первый. Уже первый и уже на 1000 впереди. По сравнению с Фантом Лансером. Вот как бы и сравнение. Отпускать в Веге нельзя. Этого Эмбера куда-то в свободные путешествия. Но понятное дело, что делать это сложно. Это очень сложно. На Блэд Влакарке появляется Фантом Лайнсера. Будет пытаться Паша вынести быстрый Фижел Блэйд. Да, и тут пока планируется нападение, судя по всему, на агрессив. Если сейчас... Убивать его очень тяжело. Мека появляется у Кью. Очень хотят, наверное, Даггеру Мага. А Квапе что надо? Квапе, в принципе, 11 лев. Пока ничего не надо. Выходи в Аганим. Там нужно два Даггера. Два Даггера. Один на Леоне, один на Шейкере. Тогда ребята опять начнут активно действовать. Вот это вот затишье в промежутке между тысячей голды и 2 250. Оно очень заметно сейчас. Потому что вначале ребята действовали агрессивно. Им было нечего терять. У них не было денег. Не было лвлов, артефактов. То есть они вообще ничего не... Пошли, убили, не убили. Как пойдет. Паша сейчас тут может умереть. Паша. 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 Ух, далековато был Эмбер. Был бы немножко ближе Эмбер. Я думаю, мог бы пытаться сюда как-то... Там у Рубика была фиссура. Я немного не понял, почему она не пошла. Он не доставал, наверное, но... Может быть, не доставала. Но как-то он все равно странно действовал. Агрессив. Один из его лучших героев, как мы видим. Судя по статистике, немного матчей. Но играть на нем умеет. Явно проблемы могут быть у Q сейчас на топе. Но землять толком нечем. Вот так вот Таггер, Бетра. Бетра и Таггер одновременно. Это очень хорошо. Есть Мека. Мека немножко рановато. Потому что так новый был. Вот он вам Мека. Вот от стана Трубика. Шейкер ультует. Q, конечно, убьют. Но тут уже тусик. Ноуан погибает. Q тоже погибает. И это не самый хороший размен на Веге. И еще Сема. А ее счастливо тут развалит Виверну. Очень плохо у Веги. Пошел сумбур. Пошли какие-то вот такие вот врывы. Цеплять суперлонгренджи они не могут. Блинков у них нету пока. И ошибается. Вега ошибается. Соответственно, счет становится уже 10. А Эмбер понимает. Эмбер понимает, да. То, что у ребят пока нет блинков. Значит, нужно польза с моментом. И убивает Солыча. Солыча в Солыча. Ну да ладно. Сола мансинг. 2-2-8. Но не хватает немного ему здоровья. 10-10. Тавр на топе. Проблема начинается у Веги. Три игрока в таверне. Паша снизу вышку не распушил. Ничего сделать не может. И опять-таки, очень сильно зависят они от своих этих двух даггеров. У Сола откладывается даггер. 2-100 было у Сола. У Шейкера 1900. А Шейкер сейчас тоже может умереть. Я что-то не совсем понимаю, что он делает в миде. Если он не видел только что, что произошло с Леоном. Возможно, стоит как-то демку запустить, переглядеть быстренько. В лайве прям. Да, да, да. Он в итоге трех крипов забрал, видишь. Уже 1960 чуть-чуть осталось. А у Эмбера до Батлкьюри осталось тоже чуть-чуть. Менее 500 на копеечке. Будет уже БФ на 19-й минуте. Не на 27-й. Диффуза тем временем на подходе у Паши, который хорошо играет. И выставит он отсюда. Полностью спаун не зафармил. Но немножечко что-то там одного крипа украл. Тоже пойдет. Блинк Даггер есть у Тузка на... У ХЗ на Тузке. И сейчас будет Смоук. Сейчас будет Смоук. Правильно. Собрались. Смоук. И побежали. А здесь у Мага появляется Даггер. Да. Сразу же он его покупает. Но у Мага... И нарисовал. Нарисовал только что Эмбер. Спирит. Где находится противник. Ну поймали Пашу, да? Или Сему. Поймали Пашу. И убили Сема. Пытается уйти. Агрессив. Ничего не может здесь делать. Потому что бежать далеко не стоит. Ну. Убили Пашу. Этого хватает. У Шекера нет ульта. У Шекера 20 кулдаун. Поэтому не стоит вратить. ХЗ. Закрывает Сему. Проблема угромная Сема. Сема должен умирать. Сема хотя... Пока Сема закрывается, да. Но все равно Магии пока предостаточно для того, чтобы его добивать. Так и есть. Как же много потеряли Вега, ожидая вот этих двух своих блинков. Невероятно много. И они уже отстают. 4 тысячи голды. 2 тысячи экспы. И они отдали территориальные преимущества. Они отдали несколько товаров с деком. Они дали возможность расхаваться серьезно агрессиву. И первый вопрос. Дагера уже на руках. Хватит ли этих двух артефактов для того, чтобы вновь вернуть к себе... Пока еще нету там какого-то такого жира. Нету таких героев, которые могут так очень хорошо вытанковать. Элементарный ульт Шекера. Три человека будут стоять, Шекер прыгнет. Привет. Рубик, кстати, смотри какой хитрец. Этот хитрец собирает себе аганим. Он явно поставил себе целью воровать ульт Леона. Или Квапы. Ну а почему бы и нет. Вот кого-то из этих двух товарищей. А почему бы и нет. Причем, да, причем воровство этих двух способностей, оно не такое уж и редкое. Да, не такое уж и сложное. Посмотрим. У Гардера очень много фарма. У Кью тоже очень много фарма. Соппорты с дек действительно зарабатывают огромное количество денег. Ну вот и Виверн на тысячу от Рубика отстает. Но хотя у Леона, у Соло тоже в принципе дела идут хорошо. Но у него есть блин, больше ему ничего не надо будет. Или снизу он прыгивает. Прыгивать не будет он на ХЗ. Сбили блин, ничего не сделать. И улетает отсюда Туск. Да, Туск просто ушел. Фантом Лансер продолжает фармить Чужие Леса. Потому что сейчас это самое безопасное место, которое можно найти на карте. И... Диффузов еще нет, драться Вега не хотят. Да, деньги просто надо искать. Хотя это Вега не сильнее, скажем так. Там много переменных, понимаешь? Эмбер против Си. То, что украдет, да. Вот это Эмбер, получится ли его законтролить. Контроля хватает, реально хватает. Леон, Шейкер, Виверна. Это тот контроль, который очень тяжело как-то заивейдить. Если Эмбер не купит БКБ, а пока у него нет БКБ, то это реально просто кусок мяса для того же Леона. Ну да, Хекси приплыли. То есть да, это вообще не проблема. На топе будут Дефитавр сразу же ребята из Вега. А Складрон пока, пока мы видим, упал только Т1 снизу на топе. Продолжает бить, клипа нет. Кью, цепанули Виверну, вкатывается в Сёму. Сёма, Сёма, проблемы у него. Ну вот нормально, блядь, все в Холдемрейс и остается в живых. Сёма, а вот ХЗ, кстати, могут быть проблемы. ХЗ отрежут ли его. ХЗ не попадает Макс Таном. Плохо, но ХЗ ни в коем случае нельзя отсюда отпускать. Сёма, проблема тут очень плохо Сёме. Просто секунд 10 он здесь уже находится, не может никак подраться. А в итоге минус Соло, пока вкатывается в Сёму. Сёма тоже погибает. Да что ж такое-то? Маг без маны и прыгать. Слишком долго выжидают. Ждут идеального момента. Друзья, а так не бывает. Не бывает 5 типов, стоящих в толпе. Нужно просто влететь и дать прокаст. Я говорю, конечно же, про того же Шейкера и Квапу, которые сейчас просто отдали двух тиммейтов без боя. Вообще. Причем Сёма очень долго бегал. Он там прятался. Они держали этого тусика, который там стоял в углу. И в итоге такими ничего толками не сделали. Отдали Тавра, отдали двух саппортов. Ну и цдеки. Уже 10 тысяч Нетворса и 6 тысяч экспириенса. Много. И Эмбер 2 тысячи голды. Это немало определённо. Лина уже почти с агонимом. У Лины не хватает всего лишь 640 золота. До заветной синей палки, которая позволит наносить буквально совсем-совсем скоро 950 чистого урона. Фулл хп Виверни, фулл хп Леону. Да, да. Просто ваншотные герои станут для этого героя. Очень сильный персонаж в этом плане. Некоторые считают, что совсем дисбалансный. Ну, сколько людей, столько и мнений. У нас тут рыв. Боже, боже, неужели Гардер тут ещё и уйдёт? Нет, он ещё укралка. Эмбер, Эмбер очень хорошо шейкер ультует в двоих, но тут же тусик. И тут будет минус 2 в исполнении, ребят, из команды цдек. И ещё рядом Виверна. Виверна тоже погибает. Минус 3. В итоге один Рубик убивает трёх героев, если так можно сказать. Фактически, да. Квапы здесь не оказалось. Почему здесь не было квапы? С квапой всё было бы намного проще. Ну, быстро бы сбрили Рубиком, разобликновались бы на хайграун, быстро его убили. А так очень хорошо всё сделал у нас Гардер. Он время выиграл, тиммейты подтянулись. 3 в 1, 17, 11 пользуют стэк. И у Рошанчика совершенно спокойно сейчас забирают Рошанчика. CDC, пользуясь отсутствием противника на карте как такового. И они настолько укрепляют сейчас свои позиции. Я не представляю, как сейчас Вега должны делать камбэк. Вернее, у меня есть один сценарий. Пятером собрались, да? Ну да, по вот этому Майкл Бэй, все дела. Стивен Спилберг. Там, где пятеро в куче, туда Шейкер, Квапа, Леон с импейлом по пятерым. Потом Визьерна еще ульт. Да, да, да. Ну, я думаю, вы поняли, что я хочу сказать. Дота зависает там, все дела. Ну, сразу все скриншоты, вот эти вот шишка встала и все такое. Надбет, надбет. Два четвертой минуты игры, 17-1. Спокат с деки. Ну, а на данный момент у деков 10-3 преимущества. И единственное, что они сейчас могут делать, это просто зажимать команду Вега. Заставлять тех бояться. У Веги пока далеко не опасная Квапа. И фантом лансер, который толком ничего не делает. Еще очень рано ему быть опасным. И он по-прежнему фармит чужие леса, чужие хенштон. Драться они не могут. И драться, наверное, в следующем часе Вега будет уже на своем хайграунде. Что ж такое? Там едва не поймали шейкера, но он успел на реакции маг сделать даблклик по блинку и вернуться обратно. И вот он аганим Квапы. Наконец-то готов аганим у Квапы. Правда, 16-го левла еще нет. 450 в итоге чистого урона она будет наносить. Но вот опять-таки зеки подтягиваются под тавер. Сразу видно, как они стоят. Один здесь, второй здесь, третий здесь, четвертый здесь. То есть они далеко друг от друга. Они понимают, что может произойти. Поймали, ноу-она, ноу-она подняли, ноу-она. А что же он там делал-то? Не знаю. И еще и Сему здесь ловят. Сема, будет ли колденбрейс? Пока что он просто взлетает. Тратит ульт на агрессив. Ну, не знаю, оно того не стоило. 100 секунд кулдаун на улете. Это очень много. Верны очень эффективная ультимативная способность. Ну и в итоге мы видим ум нет Квапы. 50 секунд Сема погибает. Просто без боя. Паша там сейчас прилетел. Ну, есть еще шейкер. Всегда есть шейкер, которого урывается. Был шейкер. Был шейкер. Минус три уже от команды CDC. Это просто жуть. Падает сторона. Нету байбеков ни у кого. Невозможно драться. Надо отдавать сторону. В любом случае Века понимает, что тут ничего не сделаешь. От сдэки действует просто шикарно. Казалось, задача для них сейчас просто зажать соперника. Но они просто идут и убивают. Все начало с ошибки ноу-она, который стоял в рейс, который поймали и били. Дальше уже драться было нечем. Да, и остается только ждать шейкера. То есть одна сторона, это не критично, не фатально. Еще игра не проиграна. Можно бороться. Нужно сейчас не нафейлить и не отдать хотя бы вторую. Я не говорю про то, что там остальные, обе две точнее. Но просто еще раз не сделать точно так же, как они уже смогли сделать. Не отдаться по одному. Но Рубика появляется шикарно. И вот он. Да и далус у Эмбера на 26-й минуте. А у прошлого Эмбера на 26-й минуте Баттлфюри появился. Недособранный. Да, да. Недособранный был Баттлфюри, прошу заметить. А здесь немного на 5000 больше. Ну и очередная атака. Агрессивый идет. Он в инвизию. Он понимает, что может зайти с любой стороны, связать и убивать. Кто-то, кто-то может и ваншотнуть, если повезет. Ждут просто какого-то своего счастья. Вега, чтобы ворваться и дать возможность утонуть своим дум основным АУЕшникам. И только тогда, если все идеально зайдет, у них может быть шанс. Агрессив заходит на хайграунд. Соло крест найдет. Попа тратит ультимейт. Но мы знаем... Ой, Сема. Один удар. Квокер Брейс сама погибает. Там еще Аегис, поэтому вот просто так агрессива здесь не забрать. Пытались поймать Пашу. Паша сразу до Бергангера ушел через шип. Лина. Ловят Соло. Убили. Да, здесь Нолан пытается воевать. Поймали Мага. Маг так и не дал. Не успевает. Стреки с блинка. Байбека у него нет. 100 голды не хватает до Байбека. Еще 40 секунд не будет здесь Мага. Попа влетает. Но это только Аегис. И то еще не факт, что собьют. Вот, Вышка хорошо играет. Убивает Эмбера. Это еще минус. Квин оф Пейн. Минута без основного героя. Я уже не говорю про оставшихся троих. Не пошла игра у команды Бега. И действительно, они потеряли вот тот самый момент, когда у них все было более-менее хорошо. Когда было 5-2. А потом они начали ждать этих Даггеров. И перестали активничать. И вот, собственно, на этом все. Все, Мам. Все, Мам. Все, Мам просто прилетел. Тоже погиб. Что же. Сдэк таки доказывают, что все-таки они на данный момент сильнее. ГГВП. 2-1. Сдэк гейминг выходит в финал. Вайлдкарт раунда, где они сыграют с... С кем они сыграют, мы не знаем. Там игра уже закончилась, но... Ну, знаешь, вот я еще напоследок скажу, что ключевым моментом, мне кажется, стал не тот момент с Даггерами, а драка между тир-2 и тир-3 вышками наверху. Когда они ждали этот идеальный момент, чтобы ворваться. Когда у них уже были блинки, когда они отдали двух суппортов, отдали тауэр. Без боя абсолютно. Это мне показалось действительно решающей, ключевой ролью. Ну, ладно. Я думаю, об этом более подробно наши студии аналитики расскажут уже. Да, у нас через 15 минут, через 15-20 минут начнется финал Виннеров, который мы с вами будем смотреть на этом канале. Матч Вега против Архон, потому что именно они будут играть в Лузерах, будет сыграно на параллельном стриме. Дота 2 ТИ слэш ру слэш 2. Там будет Верзут и Мобстер эту игру комментировать. А у нас Цдэк против MVP Феникс. Победитель становится 15-м участником Интернешнла. Мы с Каспером вернемся к вам минут через 15-20, а сейчас передаем слово нашей студии аналитики. Продолжение следует... Продолжение следует...